Патриотический марафон «30 дней до победы» продолжает свое шествие по местам героической славы нашей Родины. Представители молодежи из Минска с чувством глубокого уважения посещают населенные пункты, мемориалы и захоронения, неразрывно связанные с Великой Отечественной войной, чтобы отдать дань памяти подвигу советских солдат и народа. Одно из таких мест – святая земля Брестской крепости, а ее история – пример стойкости и мужества наших предков. Наша акция «30 дней до победы» стартовала 9 апреля. И цель нашей акции, конечно, максимально сегодня посетить памятные для нашей белорусской земли места, которые освобождал наш белорусский народ, и не только белорусский народ, народ-победитель. И Брестская крепость – это как раз то самое место. Мы ни на один день и ни на одну минуту не должны забывать о том, какой ценой досталась победа нашим дедам и прадедам. Помнить об этом, говорить и, самое главное, сохранять нашу историческую правду. Мне кажется, что очень важно приобщать молодежь к посещению подобных мест, таких как город-герой Брест, как Хатынь, различные другие мемориальные комплексы, а также концлагеря. В этом году уделяется особое внимание патриотическому воспитанию молодежи. И вот я представляю проект «Минская смена». И наша тема нашего проекта, над которым мы работаем – это новые подходы в патриотическом воспитании молодежи. Какими должны быть сегодня новые подходы в патриотическом воспитании молодежи? Как не допустить искажения истории, сберечь ее трагические и героические страницы для будущих поколений и сохранить мир на белорусской земле? Об этом и не только говорили в этот день. На диалоговой площадке «Молодежь помнит». Сохранение исторической памяти – это вещь, никто не отменял. Нужно помнить, нужно беречь это наследие, которое нам досталось, особенно смотря на опыт наших соседей, которые не очень небрежно относятся к этой памяти, сносят памятники, либо переписывают историю на свой лад и как-то перекручивают героев на предателя и наоборот. Нам, как будущим педагогам, очень важно чтить память, передавать из поколения в поколение то, что было, те ужасные страницы нашей истории. Конечно же, нам нельзя допустить то, что у нас происходило, и хотелось бы сохранить и передавать то мирное небо, которое у нас есть, то ту погоду замечательную, солнце, безоблачное небо и радость. Подобные проекты объединяют единомышленников – представителей молодого поколения, которые могут поделиться идеями, обменяться опытом и запланировать различные мероприятия на будущее. Для нас очень важно, когда молодежь города Минска и Бреста может встретиться. Таких поводов бывает немного, и здорово, что в преддверии Дня Победы мы смогли посетить Брестскую крепость, показать мужество наших защитников Брестской крепости. Скажем так, даже сегодняшнее небольшое общение, пока были экскурсионные программы, церемония возложения, мы уже договорились со студентами Академии правления при президенте, то, что 22 апреля в рамках республиканского субботника мы будем вместе убирать и благоустраивать молодежно-патриотический центр. Участники патриотической акции продолжат свой путь по памятным местам Беларуси, а завершится марафон празднованием Дня Великой Победы 9 мая.